Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день, уважаемые дамы и господа Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 М, 99.1 ФМ Также на нашем веб-сайте radioNVC.com И на нашей страничке, на нашем канале в Facebook Radio NVC Но прежде чем мы начнем говорить о темах, которые мне хотелось бы сегодня обсудить Вы помните, как-то я сказал, что я в виде эксперимента создам такую кнопку Потому что народ так активно как-то участвовал в какой-то программе И готовы были, так сказать, не просто звонить в эфир А проголосовать, что называется, рублем Да-да Поддержать И в итоге мы все-таки сделали эту кнопку Сделали мы ее вчера На нашем сайте radioNVC.com Там есть такая кнопка Появляется такой, когда вы заходите на наш сайт Появляется такой, через какое-то время появляется lightbox Такой прозрачный бакс В нем текст и есть кнопка Пожертвователь Ну не помню, как назвать Сейчас посмотрю Ну не важно, не суть Donation одним словом Так вот Удивительно, но я должен поблагодарить людей Которые моментально Кнопку только сделали И несколько человек уже сделали Donation Спасибо Огромная искренняя глубокая благодарность и признательность Во-первых, Людмила Клебанский из Нью-Йорка Первая откликнулась Сделала Donation Александр Кунянский Наш из Чикаго И Борис Межерицкий Гавайи Чусь Гавайи Я тоже вот так же Гавайи И еще два наших земляка Майкл Шакет Здесь живет в Иллинойсии Майкл Шакет, да И Владимир Богучевич Тоже наш Так что, друзья мои Огромное вам спасибо Ну и те из вас, кто Выразил такое желание Поучаствовать Пожалуйста У вас теперь есть такая возможность Выходите на наш сайт RadioNVC.com Через какое-то время Через секунду или через Д Появится такой Lightbox Ну прозрачный бакс Как бы С текстом И у вас есть такая возможность Сделать пожертвованием Ну а тем, кто уже это сделал Еще раз Огромное Огромное Спасибо От всех нас Ну я думаю От радиослушателей Потому что вы помогаете нам В нашей работе Да Майкл Шакет Я Мишу знаю Где-то уже Наверное Лет 30 Поэтому Молодец Молодец Майкл У нас уже есть звонки Да Пожалуйста Слушаем вас Алло Да, пожалуйста Слушаем Скажите Простите, пожалуйста А вот если мы Поклонники Вашего радио Не можем Ну Мы не умеем Выходить на Сайт Как нам Переслать Отправить вам Донейшн Спасибо Большое Но можно Я не знаю Позвоните к нам В офис Тогда 847 480 00 23 480 00 23 И они Скажут Как Как Вы Скажите Что Хотите Сделать Вам Подскажут Как Мы Горим Желание Спасибо 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 Всех благ Кандидаты Передачи Орлова Совершенно Великолепной Передачи Не мог бы он Рассказать То же самое О подводных Течениях В республиканской Партии Там же Тоже самое Тоже самое Драчка Спасибо Хорошо Анатолий Напомнит О чем Говорили Мы попробуем Об этом Спасибо Большое Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Ну Во-первых То что Они хотят Сделать Чтобы Было Как Было Отменить Эту Систему Выборщиков Так вот В свое время Гитлера избрали Вот Без системы Выборщиков Вы избрали Демократическим Большинством То есть Они хотят То же самое Нам Посадить Какого-нибудь Вот такого Фашиста Или Исламиста Для того И для этого Нарушить Нашу конституцию То есть Партия Миртасов Подлецов Но я вообще Звоню По другому поводу Вы знаете Значит Выступил Или Собирается Выступить Сенатор Из Джорджии По фамилии О боже Забыл фамилию Ну вы Посмотрите Из Джорджии Айзексон Вот Айзексон И я позвонила Туда Естественно И Высказала Все что я думаю Об этом В связи с тем Что они собирают Они прислушиваются Если будет звонить Пять человек Да Они не обратят Внимание А если Позвонит Тысяча То обратят Внимание Каждый из нас Ответственен За себя И поэтому Я могу подсказать Телефон Коммутатора По которому Можно позвонить Одну секунду Они не обратят Внимание Телефон Этот 202 224 3 1 2 1 Это Конгрессионал Свитчборд Спасибо большое Спасибо Речь скорее всего Идет о том Что Сенаторы Трамп Как всегда сказал Я не являюсь поклонником Не являлся поклонником Большим поклонником Джона Маккейна И не буду Ну и рассказал историю Как Джон Маккейн По сути дела Предал свою партию Предал своих избирателей Если вы помните То на выборы Он шел под лозунгом Репил Обама Кер И в последний момент Он предал своих избирателей Свою партию И убил закон Отменяющий Обама Кер Только для того Чтобы насолить Трампа Вот что самое интересное И поэтому Трамп сказал об этом И тут сенаторы Старой гвардии Вот все это болото Вашингтонское Возмутило В том числе и Айзексон И выступил Что они заслуживают Он заслуживает Его семья Семья Маккейна Заслуживает Лучшего Ну может быть Семья Маккейна И заслуживает Лучшего А Маккейну Он дал справедливую оценку На мой взгляд Конечно Никто же не говорит И не осуждает Семью Маккейна Разговор же не идет О семье Что касается Выборов То что Демократы мечтают Изменить правила Выборщиков В свое время Томас Джефферсон Сказал что Демократия Это Ничего Ничего более Как Правила толпы Когда 51% Отбирает Право Других 49% Ну Наверное Это Пожалуйста Здравствуйте Сергей Аматолик Добрый день Я хочу Сказать Во-первых Хочу Благодарить Вам Как Ресурсу Который Наверное Единственное На всем Восточном И западном Прогорежье Который Несет В массу Право Это Спасибо Большую То есть Вы Последний Оплод Думающих Папышников Выражаясь Как выражался Труга Стругацкие Желаю Чтобы Этот Оплод Не Пал Спасибо Спасибо Большое Постараюсь В преддверии Праздничного Дня Я предлагаю Выпить Тост Поднять За Наши Безнадежное Дело Понимаем Что С учетом Выборки Ваших Знакомых Дети Ваших Знакомых Какой Процент Поддерживает Поэтому В общем К сожалению Да К сожалению Хотелось Чтобы Что Получилось Не так Плохо Но Если Придется Уйти То Хотя Вы Хлоп Дверь Да Это Интересная Идея Но Я Вам Скажу Вы Знаете Наверное Не все Потеряно В принципе Даже С нашими Детьми С нашими Внуками Не все Потеряно Почему То Чем Сегодня Позвонила Варвара Одна Из наших Радиослушательств И рассказала Про Джексадес Это Действительно Есть Такое Движение Просто Оно Только Только Набирает Силу О нем Очень Мало Людей Знает К сожалению Но Это Движение Которое Было Начато Именно Студентами Молодежью Евреями В разных Кемпусах Калледжей Которые Пропагандируют За то Чтобы молодежь Еврейская Молодежь Выходила Из рядов Демократической Я понимаю Это Правильно Вы же сами Прекрасно Понимаете Проценты Ну Я вам скажу Вы знаете Процент Может быть Изначально Небольшой Но Если это Будет Поддерживаться Почему Нет Спасибо В принципе Понятно Спасибо большое Вы сказали Про Правду Тогда у меня Сразу Перед глазами Цитата Виктора Вольского Светлой Памяти Прогрессивное Мировоззрение Во всех Своих Ипостасях Стоит На фундаменте Тотальной Лжи И словно Ядовитый Ночной Цветок Распускается Только во Тьме Дезинформации Свет Истины Для него Смертелен Разоблачать Ложь И лицемерие В меру Моих Скромных Возможностей В этом Я вижу Свою Миссию Ну и Конечно же Мы Пытаемся Его Миссию Поддержать Светлая память Виктору Вольскому Земляному Пухом И конечно Конечно Нужно Что-то С этим С этим Делать Мы Несем Миссию Так что И будем Ее нести До тех пор Пока Есть силы И возможности И так Возвращаясь К Опять звонки Да пожалуйста В эфире Еще раз Здравствуйте Вот сейчас Проход Муниципальные Выборы Ранее Ранее Избрание Это От марча Восемнадцатая До апреля Первого А дальше То есть Мы сейчас Можем проголосовать В связи с тем Что Эти Все Муниципальные Выборы Очень важны Вот эти Все Значит Выборы Школьных Дистриктов Тросси И так далее Это наши Тексы Вот кого Мы выберем Выберем Те и будут Так сказать Либо поднимать Текции Либо сопротивляться Или по крайней мере Можно понадеяться Что республиканцы Будут сопротивляться Обычно Все таки Они сопротивляются Так вот Я хочу сказать Что я была Чтобы определить Кто из них Республиканец Кто нет Я пыталась В библиотеке Это сделать Но Они Не смогли Мне ответить И в газетах Тоже про это Не написано Я поехала В хэдквотор И они мне Дали информацию Это Поэтому Я всех Призываю Надо ходить На муниципальные выборы На праймари Это Вы абсолютно Правда То есть Вот сейчас Надо идти на эти Муниципальные выборы И голосовать Соответственно За республиканцев Которые Все таки Наша Надежда Спасибо Большое Но Насколько я знаю Вообще Муниципальные выборы Проходят Не на партийной основе Поэтому Это честно Просто Выбираю Человеку Человеку Который Не Копает Глубже Трудно Определиться Кто из них Кто И поэтому Голосует И поэтому Вот такой Результат Получаем Нас бьют По башке Каждый год С повышением Там где То что касается Муниципальных выборов Это просто Опять же Информация Значит Люди Которые Избираются У которых Уже есть Какой-то Послужной Список Этот список Можно Как-то Проследить Но К сожалению Очень часто Избираются Те Которые Еще Не Имеют Послужного Списка И вот Здесь Это Темные Лошадки Которые Ну Тяжело Действительно Узнать Что Куда Зачем Поэтому Тут Не идет Голосование По Действительно По Партийному Признаку Это Чисто Тот Кто Хочет Подает Свою Заявку Баллотируется И Пытается Избраться Так Вот На Сегодняшний День Идея Демократов Исправить Переделать Перекроить Порядок Выборов Она Наткнется На серьезные Проблемы Поскольку Это Конституционные Вопросы И решить Его Не просто Но Другая Идея Запаковать Верховный Суд Либералами Эта идея Вполне Реализуема При определенных Обстоятельствах Я сразу Хочу напомнить Вы помните Мы не раз Говорили О тех Проблемах С которыми Сталкивается Израиль В связи С богатством То есть Даже если Политики Израиля У кого-то Просыпается Совесть У кого-то Просыпаются Там Патриотические Чувства И понимают Что нужно Принять Какие-то Законы Чтобы Государство Существовало То Фрикен Либерал Богатц Рубит На корню Все эти Идеи И мы Не раз Говорили Что Богатц Это Такой Кружок Либеральных Ублюдков Которые Выбирают Себе Подобных Так вот Я вчера Послушал Вчера По-моему Послушал Этого Штимпа Из Техаса Урурка Закон И он Эту Идею Преподносит Пять Человек Назначит Один Президент Пять Человек Назначить Другой Идею Преподнес Еще тот Который Даже Не баллотируется Это Мир Города Да Саутбенд Голубой Как раз Вчера Про это Говорил Голубой Который Вот Эту Идею Ему Видите Или Пришла В голову Это То Что Гробит Израиль Это То Что Не Дает Израилю Обеспечить Свою Безопасность И Вот Эти Ублюдки Пытаются Сделать То же Самое И Кстати Сказать Здесь Не Потребуется Поправки Конституции Они Могут Это Конгрессе Будет Большинство Демократов Если В Сенате По прежнему Будут Рина Райна Республиканцы In name Only И Если В Белом Доме Будет Какой Нибудь Джо Байден И Они Вполне Это Могут Сделать Да Ты Понимаешь Что Это Насколько Это Временно Почему Потому Что Вот Абсолютно Правильно Подмечают Политические Аналитики Они Говорят Правильно Демократы Пытаются Разрушить Все То Что Они Не Могут Контролировать Так Вот Сегодня Они Запакуют Этот Дом Этот Суд Там 15 Человек Да Но Ведь Настанет Время И Там И Там Есть Яркие Примеры В недавней Истории То есть Мы Всегда Считаем Что Они Умны Они Не Умны Они Хитрые И Подлые Они Хитрые Именно Сейчас И Сегодня Все Демократы Хитрые И Подлые Они Неумны Вспомните Гарри Риды Который Поменял Правила Утверждения Судей Вот И Все Для Того Чтобы Об Умер Для Того Чтобы Обама Мог Запаковать Своих Либеральных Подонков В Федеральные Суды Которые Раз за Разом Принимают Какие Отменяют Решение Президента Отменяют Решение Конгресса И Так Далее Так Гарри Далее Вспомните Подлые Наглые И Хитрые И Вот Это То Что Меня Абсолютно Бесят Это То Что Эти Чмо Которые Я имею Ввиду Демократы Которые Думают Сегодня И Сейчас И Делают Все Для Этого Зато Наши Так Сказать Сердобольные Рину Типа 12 Человек Которые Проголосовали против трампа предложения они кричат как же а вдруг в дальнейшем как вот они будут на это совсем поехали как будто это его на вас будет смотреть и слушаем вас я провел пропаганду пользуясь вашей передачи я сидел на диверсика сидела полно людей это сумасшедшая дома выключала свои срочно нужно спасибо вам конечно за правду но я вам скажу честно из опыта те которые просят включить cnn им доказать что-либо просто невозможно к сожалению это из личного опыта этому я вынужден назвать одну фамилию вот здесь в одной ветке я сделана такая открытку поместил вопрос к демократам кроме того что вранница наркотики через границу human traffic так называемый болезни идут через границу террористы идут через границу назовите что-нибудь что так сказать что нибудь полезное что приносит нам открытая граница какую-нибудь пользу от открытых границ и по этому поводу несколько человек высказались и в частности некто светлана мельцер пишет о май гад you of f word brainwashed мы короче все кто думают что демократы выступают за открытые границы мы f идиот то есть мы идиоты мы эльфин идиоты ступит и так далее так далее так далее все слова я попросил назови мне хоть одну причину по которой демократы не хотели бы открытых границ 0 скажите мне что сделали демократы чтобы закрыть границы они приняли какой-то закон они предложили какой-то закон на сегодняшний день на он в техасе по за пять минут 400 человек нелегалов задержали 400 и 75 тысяч за один месяц перешли границу нелегалы по существующим законам я не знаю кто их писал может быть такая же светлана мельцер писала закон каждый кто переходит на эту территорию если ему не удалось пробежать мимо пограничника он поднимает руки вверх и вот я ищу убежище и все и все и он и он здесь он годами будет жить здесь но о том что эти сказки которые нам рассказывают сердобольные лаера о том что нелегальные мигранты приносят нам экономическую выгоду и пользу от них только страна процветает но это сказки для я не знаю для кого каждый на человек который живет здесь пару лет понимает что бесплатно здесь ничего не бывает содержать их в детеншн центре там несколько 20 дней или там сколько-то это стоит денег а потом когда они попадают на территории сша во первых существуют всевозможные программы для нелегалов во вторых дети идут в школу получают медикейт получает другие и мы это не бесплатные ланча и так далее по разным оценкам по разным оценкам они нам обходятся в год где-то в сто с лишним миллиардов долларов так что сказки о том что они приносят нам пользу но я знаю помню там один говорил о если бы не нелегалы которые стригут траву вам пришлось платить за это не ничего подошку когда я приехал сюда школьники у нас стригли траву ну парень за те же 20 долларов абсолютно за те же 20 долларов кстати насчет вот этих детеншн из ты слушал сейчас интересно ты знаешь да что супремкорд признал решение девятого окружного суда не апелляционного недействительным по такие светланы мельцер в отношении айс да то что айс абсолютно вправе делать то что они делают и не делают хорошую работу единственный то есть гинсбург и ей там еще один подобный верховном саде за до сказали ну а как же почему мы против айс это потому что вот эти несчастные нелегалы содержатся годами как же с ними быть вяжет дорогие мои друзья вот те которые вам промывают уши тем что нелегалы это несчастные люди которых содержат детеншн против их воли и так далее живут в условиях которых на своей исторической родине они мечтать не это ли 1 но самое главное ребята запомните по правилу по закону содержание нелегалов детеншн не может продолжаться дольше чем тридцать пять дней так теперь все остальное время которое они проводят детеншн это все благодаря тому что они постоянно забрасывают суды апелляциями и пока эти апелляции рассматриваются их держит детеншн то есть если бы они перестали забрасывать суды апелляциями их бы выкинули к чертовой матери через 35 дней и мы бы про них забыли но это же невозможно как же ваш тоже буду делать иммиграционные адвокаты которые нам кричат что у них никакого заработка нет от нелегальных этих вот давай прием звонки добрый день здравствуйте по поводу адвокатов вот у вас тоже выступают кем-то может уважаемый михелкер нормальный дядька такое как по поводу миграции сбросишь все уровне таких 80 тысяч год никто не тратит все в порядке это не так как вы все говорите и понимаете это нет давайте мы разберем подождите секундочку давайте насчет михайла корня туда давайте в них вопросы не встревает его когда это не интересует он никогда этим не интересовался и я ну я просто знаю потому что мы с ним общаемся помимо это раз во вторых то что михаил коль не имеет никакого отношения к мексиканцам и к нелегалам из центральной америки это 300 процентов а если он даже и говорит о том что наши я имею ввиду русскоговорящие люди которые здесь остаются на нелегальном статусе то тут я вам могу гарантировать что наши русские которые даже нелегалы ничего не получает никаких пособий они не получают они действительно пользуются услугами либо друзей либо родственников и вот вот откуда они несут помощь поэтому вот именно в отношении михаила корня вы как раз очень не правы друзья мы обязательно примем все ваши звонки но уже наверное после рекламной паузы возвращаемся в программу народные атрибуны меня зовут сергей зацепин со мной в студии анатолий червец телефон студии 847 4005 200 мне только что сообщили что наш радиослушатель пётр эйдельман тоже при славном деньги спасибо пётр спасибо пётр спасибо вообще всем тем которые нам помогают которые нас поддерживают неважно финансово либо морально либо даже своим просто вниманием спасибо вам всем огромное потому что это во первых очень приятно а во вторых мы надеемся что все таки ну какой то как говорят наши друзья американцы дифференс мы приносим все таки в наш мир поэтому очень приятно спасибо всем огромное добрый день пожалуйста в эфире добрый день меня зовут исаак сегодня вечером начинается веселый праздник порем я бы хотел немножко разрядить атмосферу давайте это час назад я задержал нелегала из гондураса очень вкусный арбуз из гондураса джуэли пожалуйста присоединяйтесь с удовольствием присоединимся особенно я вам скажу если есть возможность уничтожить нелегала то мы в первых рядах правильно спасибо вам огромное спасибо счастливого вам праздника вывесел и силу рим разника под добрый день пожалуйста в эфире я хотел вас задать вам вопрос такого плана через месяц будет муниципальные выборы это касаемо жить чикаго сейчас две кандидатуры лайк фото и пинкл да вы имеете на нам больше информации обе хороши чё там говорить да кто из них хуже вы можете сказать я могу сказать только один опыт аппаратной работы у той нет опыта аппаратной работы я могу сказать только на одном примере значит light food она работала там прокурором на на в принципе знает работу и она знает политику но по крайней мере ничего плохого на никому не сделала такая как проект вынкл она это была ее инициатива поднять налоги на сладкую воду да я вот вот знаете как смотришь послужной список и понимаешь кто все-таки за кого можно не нужно а можно голосовать вот все из двух зол выбираешь абсолютно потому что вряд ли чикаго когда-то в обозримом будущем предоставится возможность проголосовать за человека который бы не хоронил этот город да так сказать возрождал добрый день говорите пожалуйста я хочу на минутку вернуться к адвокатам и задать вам один вопрос вы думаете на душу населения в америке и других странах европейских и японии примеру какое соотношение адвокатов на душу населения вот в америке я знаю их больше да и в сколько раз их больше в 3 раза больше не знаю понятно я сейчас я никто из нас сейчас не готов ответить точно этот вопрос на то что по сравнению с другими странами у нас количество адвокатов просто на порядок наверное больше на душу населения это это где-то статистику такую я встречал сто процентов добрый день здравствуйте знаете я хотел сказать что мария абсолютно право что нужно голосовать на местных выборах но они же прячутся за какими-то другими названиями например у нас в городе вместо демократов и республиканцев какая-то экшен пари и кокус пари и как можно узнать кто есть кто это вообще только богу наверное известно вот как что с этим можно сделать потому что вот вот этих вот двух претендентов черных на мэра выбрали 16 процентов избирателей черные ходят стопроцентно вот они выбрали но это не то что грозит везде и всюду опять же чикаго это очень особо это абсолютно особый город где про все что проходит в чикаго я понимаю да но вы понимаете опять же то есть их выбрала 16 процентов почти то есть те которые пришли те и выбрали вот и все то есть если кто-то не пришел может принять только на себя поэтому ну так и получается но кстати насчет того вот то что позвонил человек предыдущий который спросил насчет правой и лайтфуд вы знаете я когда-то увидел карикатурку в газете я ее запомнил на всю жизнь это на этой карикатурке изображены два маленьких пацанчика в бейсбольной форме и они сидят на ветке между собой разговаривают и вот один другому говорит my team sucks less than yours что это значит то есть выбирают по принципу никто лучше а кто кто менее хуже да кто менее плохой вот к сожалению вот это то что нам сегодня приходится делать мы выбираем не те не того кто лучший и наидостойнейший а мы выбираем тот который того который может причинить минимальное количество лучшего выльют ушат помоев оболгут оклевещут и скажут что так и было потому что лучше никого не интересует вот выбирали же это в техасе но когда был этот мор мор как его фамилия была нормальный кандидат его оболгали в итоге два республиканца подрались между собой и выбрали демократа окей спасибо смотри что получается получается то что выбирает не тех кто лучший а выбирает тех кого нужно вот кого нужно того и выбрали и точно так же произошло и с мором точно так же произошло в аризоне то есть выбирает тех кого нужно все на этом заканчивается все дебаты добрый день в эфире да говорите пожалуйста люди активны к счастью я не знаю вот я знаю что люди во всяком случае женщины которые звонят которые вызывают раздражение некоторых радиослушателей они не только звонят на радио они еще и действуют и в этом им нужно отдать должное даже когда они звонят на радио дорогие друзья вы поймите что это если вы перестанете вредничать вы услышите что люди которые звонят вот наши уважаемые радиослушательницы и варвара и мария да они звонят часто но вы понимаете что это люди которые не только понимают разбираются но и говорят по делу вот они никого почему-то не осуждают не обсуждают никого из вас они просто звонят и говорят по делу поэтому я призываю всех звоните говорите по делу и давайте разговаривать с вами они обсуждать наших радиослушателей спасибо так вот я должен обязательно сказать об этом возвращаясь к теме изменения правил назначения судей верховного суда то есть они нас тянут к тем проблемам с которыми от которых пытается избавиться в избавиться современный израиль они толкают нам эту идею там часть выборных выбор на выборных судей и часть они будут назначать себе подобных они внутри себя как бы пять судей будут назначать то есть такой такой между собой чек устроить вот то что губит израиль то что вставляет палки в колеса на пути процветания израиля на пути его безопасности вот это предлагает эти либеральные деятели на секундочку я вставлю просто чтобы вы понимали то что они предлагают 10 и 5 то есть они предлагают 10 выборных а потом вот эти выборные вы выбирают 5 назначаем их да так вот никто же не говорит о том что 10 выборных разобьются 5 и 5 конечно и будут заниматься честным избиранием следующих пятерых это может быть 9 и 1 9 демократов и потом это пожизненно будет идти конечно будет такой богат американский богат в общем я не знаю как на умень у меня не хватает цензурных слов чтобы охарактеризовать этих людей цензурных не хватает и еще одна идея они вдруг ухватились за идею чтобы снизить возрастной ценз для участия в голосовании можно процитировать процитировать повторяю нэнси полосы цитирую мы я говорю по-русски если вы хотите проверьте пожалуйста меня по англии я скажу и по-английски тоже we have to capture the young kids что в переводе на русский называется мы должны захватить эту молодежь захватить ключевое слово понимаете да о чем идет разговор давайте попробуем порассуждать логически ведь если позволить голосовать 16-летним которые не имеют никакого опыта которые живут за счет родителей которые не принимают решения у которых мозги промыты учителями школ которыми управляет профсоюз учителей на самом деле местные вот искать люди которые платят налоги не могут повлиять на эти школы никоим образом все в руках школьных профсоюзов то есть другими словами мало того что школьные профсоюзы я помню в каком-то году когда еще обама был потратили 400 миллионов долларов для того чтобы избрать барака обаму и всю эту демократическую банду мало того что они колоссальные деньги вливают в избирательную кампанию демократов мало того что государственные служащие в подавляющем большинстве голосуют за демократов теперь они еще хотят школьников которые живут мозгами этих подонков профсоюзных они живут их мозгами они живут мозгами учителей потому что свои мозги еще еще не сформировались они еще должны учиться они должны я вообще поднял бы возрастной ценз когда человек пошел на работу получил первый чек а еще не дай бог завел семью и тогда бы я посмотрел на этого либерала который хочет 70 процентов заработанных денег отдавать то есть я не знаю как назвать этих людей которые предлагают такие варианты они еще не могут выбрать что им пить кока-колу или пепси колу они еще не знают почему потому что они еще жрут дайпэд конечно они лежат унитазы в знак протеста это эти должны голосовать и определять политику на нашей страны но это бред какой-то но я еще раз говорю демократы готовы на любую подлость на любое безумие лишь бы схватить и удержать власть скажите мне большие города чикаго нью-йорк лос-анджелес который десятилетиями а под гнетом демократов находится каких результатов добились эти глаза их поле полосе каких результатов добились в заднице детройт вот вам пример это то куда движется нью-йорк чикаго лос-анджелес сан-франциско вот что они делают и они хотят установить однопартийную систему по сути дела такой социализм несколько иного типа вот скажем если наш социализм который не называет неправильность цель но эти то умные они же правильно сделают тот социализм так сказать наложил лапу на все средства производства и назначал зарплату тебе мне ему назначал зарплату эти социалисты идут по другому пути они оставляют собственно средства производства в частных руках но они облагают тебя таким налогом что тебе остается вот такая зарплата вот такая зарплата есть с другой стороны ну хрен несла щередьки меня вам только что сообщили что поступило поступило пожертвование от милы скребневой вот спасибо мило спасибо вам огромное чему довольно щедро и довольно щедро и спасибо вам щедрость на самом деле к этому отношусь так для одного так сказать сделать донейшн миллион долларов он не последний для другого 5 долларов и для него это существенно но любое сделать миллион донейшн для кого-то это просто ну капля в море о которой он даже не задумывается он просто его бросит и все самое главное что люди которые нам помогают они хотят это сделать и они это делают от чистого сердца почему потому что от нас кроме благодарности и нормальных передач честных совестливых правдивых все равно получить ничего нельзя поэтому люди которые нам помогают это просто люди которые действительно вот считают себя в ситуации где они хотят и могут это сделать и за это им спасибо потому что мы действительно пытаемся нести миссию которую взвалил на себя ныне ушедшей жизни виктор вольский естественно свет правды и и вот те люди которые нас поддерживают они как бы приобщаются к этой миссии они вносят свой вклад так как они могут не может каждый прийти к микрофону рассказывать о том что вот так и так и так но кто-то может это делать кто-то может поддержать спасибо вам огромное низкий поклон спасибо от всей души от всего сердца но у нас есть добрый день в эфире добрый день добрый по поводу цитирования нэнси пелосио вот этот постулат он родился еще в третьем году это новый марксизм это герд лукача антонио граммши франкфуртская школа это новый марксизм они тогда еще объявили своей целью мы пойдем в искусство в школы мы отнимем у вас ваших детей да и будем медленно но верно разрушать ваш строй и строить свое светлое будущее спасибо спасибо вам огромное так они это и делают и это конечно добрый день добрый день добрый да говорите пожалуйста я хотел заметить долей горькой иронии что пара у нас посмачек в конгрессе появился стреляют метка ведь они свалили чачи джинин пира на повал хорошо что вы напомнили сейчас мы об этом поговорим это целая что было сидела зале да спасибо огромное да спасибо они причем и не знаю четко кого не убивают значит джинин пиры которые отношусь потрясающим потрясающее шоу острая всегда неполиткорректное шоу немногие могут себе позволить так сказать выступать в таком ключе и подбирать такие слова вверх умница очень эмоциональная всегда с удовольствием смотрел ее шоу она задала вопрос по поводу того кому лояльна по поводу шире законов шариата которым похоже подчиняется ильхан амар и и и и шоу сняли как бы с спинат на две недели да а тут появилась другая информация что пару хостов с факс ньюз за кулисами приложили усилия к тому чтобы ее шоу сняли это бред бэр ну и неудивительно шеп фрикин смит шепотов еще есть не у кого-то и забывай про это не у кого-то есть есть волос крис волос который имеет не последнюю слово да но во всяком случае речь шла о том что вот этих два хоста шепард смит и бред бэр приложили руку к тому чтобы джанин пиро убрать теперь там у них прошло прошла какая-то реструктуризация они с вал дисней соединились тебе сделали новую корпорацию факс ньюскорб и на совет директоров пригласили никого иного как пола райана это продажного хлопчика пола райана он теперь на совете ли черт с полом райана они пригласили данную бразила данный бразил этот это вообще прийти себе представляешь и буду взять то для тех из вас кто может быть забыл кто такая дано бразил это бывшая секретарь компартии демократического комитета национального национального и мало этого ты себе представляешь взять шана хеннеди и сделать один из комментаторов на сен и можно такое себе представить она вчера была у шана хеннеди я слышал это и ты слышала как она отвечала в общем на вопросы шана хеннеди в общем и на один вопрос похоже факс ньюс готовится к выборам что-то у меня как-то так не по себе становится знаю что они пытаются добиться вот марк маеворс как говорится помяни мое слово они пытаются все-таки получить дебаты это конечно ведь брэд бэр все время вел дебаты естественно абсолютно они пытаются в орган и крис волос и крис волос они про они абсолютно они прогибаются под исламистов под коммунистов под кого угодно лишь бы факс ньюс допустили к дебатам представляете когда демократическим уже да мы сейчас говорим о дебатах на праймарис демократической партии понимаете ведь если брэд бэр будет скажем модерировать а дебаты на праймарис там рейтинг естественно будет ну давай не смотреть правду в глаза огромное количество людей не только сумасшедших коммунистов но и нормальных людей хотели бы посмотреть на этот цирк на этих клоунов которые выходят с такими гениальными идеями перевернуть америку к верх ногами поэтому рейтинг будет расти а рейтинг растет значит зарплата будет расти контракт можно побольше подписать и так далее то есть парочка вот таких штампов с факс ньюс решили что их карман своя рубашка ближе к телу вот зрители это все ерунда вот так сказать мораль слове с дмс только они избрали свое то есть они шанна хеннеди боятся почему потому что там пацан который настолько синдикат то есть синдицирован или синдикацирован синдикейт от да но он вещает ты имеешь ввиду радио я имею ввиду не только радио я имею ввиду телевидение радио шан хеннеди они не трогают но карсона такера карлсона они тоже дернули ты не попытались сажать такера карлсона мало того но где такер карлсон где шан хеннеди и где я я тебе скажу когда лет десять назад может быть чуть меньше я попытался наверное меньше потому что вот эта проблема нелегальной иммиграции вот изменение лица нашей америки и они и говорил давно и некоторые адвокаты адвокат ну и не только адвокаты я знаю пофамильно кто и адвокаты адвокаты адвокатов пытались бомбить они угрожали что они пойдут по моим некоторые ходили ну мало того что они выпустили там веб-сайт на котором выбивали меня грязью я антисемит я фашист и так далее и они бомбили моих рекламодателей я некоторых потерял то есть я еще раз говорю где шан хеннеди и где я и тем не менее местные местная леворадикальное отребье бомбили моих рекламодателей с тем чтобы они сняли рекламу и в каких-то случаях они добились своего и это не удивительно что они это делали потому что опять ты понимаешь ты интересная вещь вот то что говоришь ты то что говорим мы здесь да ведь этого больше в принципе никто не говорит я не имею ввиду я не я не одеваю на себя корону я просто подтверждаю факт того что никто в русскоговорящих средствах массовой информацией не говорит на эти темы с точки зрения республиканцев причем республиканцев настоящих консерватор наш а вот то что происходит сейчас на факс news вот я просто иду как говорится на рекорд и посмотришь после выбора уберутся и дано бразил и пол райан и почему потому что они там за эти затеяли новую корпорацию они часу ходят паблик будут продавать нам он все 2 литров он заведу и кормление не он не аналитик ней контрибьютором совет директоров друзья мои к сожалению времени мало его просто нет уже четыре часа мы вынуждены закругляться спасибо еще огромное всем кто откликнулся на призыв кто пожертвовал средства какие-то и за то что вообще слушайте нас и принимайте участие в наших просим во всем огромное огромное спасибо